Сейчас ситуация такая, что Армения обратилась к ОДКБ, Армения обратилась непосредственно к России, потому что у нас кроме ОДКБ договора есть еще двусторонний договор с Россией 1997 года, в военной поддержке и так далее. Теперь ни для кого не секрет, кто это все устраивает, то есть мы обращаемся к тому, кто это и делает. Значит, ошибка нашего правительства и сейчас, и тогда была в том, что мы запустили домой разбойника, авторитетного разбойника, в надежде, что разбойник своим авторитетом от других разбойников нас спасет. Не спасет, он ограбит тебя в первую очередь. Не Sacchar. Мы обратились уже к России и к ОДКБ, обратились к всем, кто все это устроил, но у нас есть какие-то договоренности, обязанности и так далее. Мы к ним обратились. Естественно, это все забуксуется. Вы понимаете, к кому мы обращаемся? Председательство Таджикистана, то есть братский Азербайджану народ. Страна тоже братская Азербайджану, и они должны рассмотреть этот вопрос. Потом эта братская Азербайджану страна должна передать эти дела братскому Азербайджану Казахстану. И Белоруссии, о которой вообще речи нет. Вы знаете, насколько они братья с Азербайджаном. И еще одна страна – это Россия, которая все это и устраивает. Вот такой маразм. Но, к сожалению, нам приходится пройти вот эту тягомотину с партнерами и союзниками по ОДКБ. И, естественно, там этот вопрос. Они затянут, они рассматривают, потом они видят карты. Эти карты говорят одно, видите ли там все вопросительно и так далее, и так далее. Вот это они будут делать все, и это затянется. То есть от ОДКБ, скорее всего, помощи мы не получим. Соответственно, в этом случае мы можем сказать, я сейчас выход подсказываю, мы можем сказать «до свидания, ОДКБ». Она не оправдала себя. Военный союз ОДКБ нам ни на что не сгодился. Вот Турция – это союзник Азербайджана. Турция говорит, мы с нашими братьями, Турция говорит, Азербайджан – наш союзник. Турция говорит, в любом вопросе мы рядом с ним, и если нужно, мы пошлем войска. Вот это союзник. А то, что сейчас творит Россия, ОДКБ, Лукашенко, продавая оружие Алиеву, обнимаясь с ним, там, я не знаю, Казахстан, который поддерживает везде и всегда – это наши союзники. И сегодня я по моим источникам узнал, а мои источники, поверьте, это не сантехники и не таксисты, не в обиду им. Мои источники очень высокие должности занимают во Франции. Был прямой ответ, не ответ, даже предложение прямое от президента Франции, что Франция готов вплоть до военного вмешательства помочь Армении. Теперь, господин Пашинян, я понимаю, что это очень радикальный шаг, на этот шаг нужно осмелиться. Но, если нам уже терять нечего, нужно идти ва-банк. Просто встать и сказать, господин Макрон, нас три государства разрывают на части. Мы без защиты. И мы просим официально у Франции помощи. И поверьте, эта помощь наступит. Я объясню, в чем дело. Значит, объясню, кто такая Франция. Друзья мои, Франция – это самая мощная армия Европы. Значит, когда Турция попыталась с Кипром сыграть в игры определенные, вот недавно это совсем было, Франция всего своих четыре истребителя привела на Кипр. Турки убрали свои корабли. Франция мощнейшая страна, которая вопросы и своих союзников защищает. В отличие от нашего стратегического, Франция защищает своих союзников. И она готова нам помочь. Господин Пашинян, нужно открытое обращение к президенту Франции. Кстати, если это я знаю, я думаю, в России тоже знаю, что Франция эту помощь предложила. И сейчас, мне кажется, начнутся игры на опережение, что Россия нам помогла. Чисто потому, что появилась конкуренция. Вот. Но если этого не будет, тогда идем ва-банк, потому что мы Армению теряем уже. Вы понимаете, ситуация такая, что они каждый раз будут подходить и говорить, вот наши карты вот так показывают, эта территория тоже наша. Мы эту территорию берем, потом следующую берем. Вон, еще мы карты нашли и так далее. То есть, это маразм, и в такой войне мы всегда проиграем. В такой войне выиграет тот, на чью сторону станет Россия. На чьей стороне она стоит, мы это прекрасно знаем. Соответственно, да. Единственная наша помощь может быть Соединенные Штаты Америки, но в первую очередь это Франция. Сейчас, в данный момент, как навести порядок, это, во-первых, в Сюник направить войска военной полиции. Там по периметру, на всех дорогах, везде должны стоять войска военной полиции. Порядок должен быть железный, военная дисциплина. Сюник в опасности, военная полиция не здесь должна в частях проверять, у солдата сапоги чистые или нет, и его направлять на гаубахту, а там стоять и наводить порядок. Я извиняюсь. Это должно быть. Это железное правило любой страны, тем более воюющей. И еще, мы знаем, что Сюник в опасности. Войск нам должно добавиться. Добавиться очень много. То, что здесь столичный полк сидит, в Гюмрии сидит еще один полк. В Аназоре сидит полк. Просто так. Направить по периметру всей границы. Что значит, что мне сказали, там на этих позициях никого не было, а азербайджанцы подошли. В смысле никого не было? Зачем в Ереване нам столько войск? Направить их в окопы, на границу, на защиту границ. Весилович. Что с Лучнымю войск, вы не представляете, что мне сказали, что мне сказать, что мне казалось. Я думаю, что мне говорят, что я знаю. Следую. Вы на что-то всю жизнь. Я знаю, я думаю. Наши спешные сутки, или фамилия. Вообще я думаю. И я думаю. Это все. Утили за сутки. Это я не знаю. Что говоря. Это жалёжный, и я думаю, что это не tiếc und я думаю, что все сутки, здесь, я думаю, что не знаю. Потому что ты не знаешь, то я думаю, что это любят. Сюник хотят прибрать к рукам. Друзья мои, мало того, что в Сюнике золотые, медные, все эти рудники и так далее, это уже не играет роли. Сюник имеет гораздо большую ценность. Это стратегическое место, соединяющее Армению, Иран, Азербайджан с Нахичеваном. И еще недавно Индия сказала, что через Сюник проходит граница по шоковому пути. Россия хочет прибрать эту провинцию к рукам. Поэтому появились там уже подкупленные России, я их людьми не назову, мрази, я извиняюсь, которые начали кричать, что Сюник хочет отделиться от Армении. Россия всегда так делала, это сделала она в Молдавии, в Приднестровье и так далее. Россия хочет держать пульс, руку на пульсе в нашем Сюнике. Нет, вы убили горыгины НашД. Россия убила горыгины НашД. После этого она все равно, его трупа боится даже, требует убрать памятники. Дело НашД мы будем продолжать. Россия не боязков, Али Сюнике это не поверит. Г Это не нак scratching Bobby topl bu away. Сюнике не пришел сetzimer Патруnyt, что мы не сажаем. Мы не сажаем. Башево и в комментариях мы ставим, как мы сажаем. Мы не сажаем. Насажаем, что мы сажаем. Мы сажаем, когда мы сажаем. Все может быть. Я сейчас комменты не читаю, вот после интервью я читаю комменты и очень много почему. Почему наши не стреляют, почему наши не арестовывают. Друзья мои, я один из вас, я не знаю почему не стреляют, я не решаю. Если бы я был в правительстве или в генштабе, занимал какую-то должность, на ваши вопросы я бы ответил. Не я решаю почему не стреляют. У меня там один из Сухуми, ну естественно большой патриот, сказал, что вы тоже как Арцруно Ванесян. Во-первых, я не Арцруно Ванесян, я не войну пропаганду, я не веду. Во-вторых, какие претензии к Арцруно Ванесяну? Этот парень был наш, Левитан, во время войны, помните во время Второй Великой Отечественной в Москве, был Левитан. Почему truthful она не отчет себя, я старалась. А Арцруно Ванис declью для того, это выходное занят 상태, вы еще не видят. Это не Ага Агресса, он сообщает. Наконец не он был бы AA�� llиным, но если вы пришлиruk, аoms coloca себя от конца? От mantra теперь не смешешь? Да слой люди, протекую? wiem, в чем ты говорил шосс attended��면서, верно? Говорок кто сказал double benefited, я Darling и говорю всё нельзя. Субтитры создавал DimaTorzok По всем этим горам ездили Он в машине просто заснул Вот это патриоты Вот это мои ребята Это ребята, которых я люблю Которые все равно За кого он, что он и так далее Он армянин Армянин с большой буквы Все, вот этого мне достаточно Вот сейчас все, кто меня смотрит Я знаю, почему вы зашли посмотреть Я знаю, что у вас сердце болит за Армению Поэтому вы зашли Хоть какую информацию знать Вот вы патриоты этой страны Мне сотнями люди пишут Приват Гордиан Если что, я рядом с тобой По этим месте и так далее Это патриоты Им все равно, Гор за кого За Никола, за Кочаряна и так далее Есть армянин И он тоже армянин И мы едем защищать нашу страну Наши границы Выход из всего этого Я подсказал Это нужно пойти ва-банк Страну начинают раздирать на части Три государства Обезумевшие от своей победы Почувствовали запах крови уже Они разрывают эту страну на части Сейчас нужно идти ва-банк Просто попросить Открыто Президента Франции О помощи И подготовить операцию Высадить французские войска здесь Предложение от Франции поступило Друзья мои Еще раз говорю В данный момент Байов нет Там спокойно В любую секунду Все может измениться Ситуация Ничего не опасная Брунц Мы находимся После этого Калакакану И это Аминь Иначе Мы находимся Брунц Мы находимся Левонтера Петрусиан Жаурджиан Джо Катунка Трек Хрешей Ицей Мы 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 По-доброму Смеялись Друг на друг Друг на другом Просто Обнимали Друг 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 На Друг Мы Материли Левона Теба Материли Этого И так Далее По-доброму Не было У нас Споров Таких Думаю Накану Здесь Этот Корректор Город 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 Еще Один Маленький Эпизод Расскажу В казарме Когда мы были Война шла Та война Если кто-то брал Чистить сапоги Свои Он чистил Сапоги Всем Вот они Вот так Строем Ставили Эти Желоба Помните Он чистил Эти сапоги Всем Потому что Было стыдно Чистить Только Свои Второй Когда это Видел Ему было стыдно Сидеть Он чистил Полы То есть Мыл полы В казарме И так далее Третий Спускался Вниз Мыл машины Курагану Западлод Мне Вас У Ты Неш Позел welcoming Ты Душ Дыш С Cu Дыш С Дыш В Одес Дыш Дыш До К Дыш Дыш К Pay Субтитры создавал DimaTorzok